Информационный штаб выборы Одесса продолжает свою работу в прямом эфире. Десятки телезрителей уже позвонили на горячую информационную линию нашего седьмого канала по номеру 771-5018. Сообщайте о нарушениях, если вы их заметили и вы. Напоминаю, графы против всех в нынешних бюллетенях нет. Избиратель может голосовать только за одну партию и одного кандидата в депутаты. Если вы поставите любые другие пометки, либо напишите какое-то пожелание или совет кандидатам, то ваш бюллетень признают недействительным. Также в случае, если избиратель случайно допустил ошибку в бюллетене, он вправе безотлагательно обратиться с письменным заявлением о выдаче ему другого избирательного бюллетеня. Но этот бюллетень выдается только один раз и в обмен на испорченный. В данную минуту наш корреспондент Константин Гак находится в пресс-центре «Паритет». Глава Одесского комитета избирателей Украины Анатолий Бойко расскажет о ходе голосования. Всю информацию вы узнаете первыми в прямом включении с пресс-конференции. Раз, 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 два, раз. Все? Заходите сюда и вы посидите. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, три секунды. Пожалуйста, еще. О! 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 В! П足. О! Пожалуйста. ВК. ВК. В. В. Спасибо. 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 Доброе утро, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые международные наблюдатели. Я представлю сейчас вашему вниманию средств по результатам наблюдения нашей организации за процессом начала голосования в Одесской области по состоянию на 11 часов. Я рад, что мне выпала такая честь открывать работу объединенного пресс-центра, который был создан на базе информагентств «Контекст при Черном море», пресс-центра паритета Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. В пресс-центре сегодня и завтра будут выступать кандидаты и представители политических сил. Мы будем давать брифинги, у нас будут выступать международные наблюдатели, эксперты. Расписание Юля обещала рассылать, плюс оно будет размещено на двери. Теперь по результатам нашего наблюдения, как я говорил, как мы анонсировали, за выборами в Одесской области на данный момент наблюдают более 200 представителей нашей организации. Они работают во всех округах Одесской области, я подчеркиваю. Соответственно, мы имеем оперативную и максимально полную информацию об основных тенденциях из всех округов. Кроме этого, в каждом округе у нас действует мобильная группа, кроме наблюдателей стационарных на участках. И находятся наши наблюдатели в окружных избирательных комиссиях. Вся информация, которую мы получаем, она оперативно обрабатывается. Мы ее выкладываем на свой сайт избирком.мод.юа. И будем представлять вам тут также на брифингах. В итоге, что мы имеем на данный момент? На подавляющем большинстве избирательных участков процесс начался и происходит голосование. К сожалению, были у нас проблемы с запуском избирательных участков в некоторых округах. Так, в 133 округе участок не открылся вовремя, потому что участковая избирательная комиссия поздно получила информационные плакаты. И утром их только развешивала непосредственно на самом участке. В 135 округе целых три участка открылись с опозданием, потому что на одном комиссия не успела вовремя опломбировать урны. На втором, на двух остальных, они не успели вовремя завершить подготовительное заседание. Ну и, соответственно, задержали старт голосования. Значит, в 141 округе в Белгород-Днестровском накануне было заменено несколько членов участковой избирательной комиссии. И открытие участка было задержано, потому что они принимали присягу. Из основных и наиболее серьезных и опасных тенденций по нарушениям, которые мы видим, на первом месте у нас массовое превышение количества бюллетеней на специальных участках города Одессы. То есть в Одесском СИЗО на Люздорской дороге, в Одесской областной клинической больнице, в Одесском военном госпитале, потом в противотуберкулезном диспансере, в городской больнице номер 4, количество бюллетеней значительно превышает количество избирателей, которые находятся в списках. Я напомню, что по закону участковая избирательная комиссия получает бюллетени в количестве, которые равны количеству избирателей в списках, плюс полпроцента запаса. Полпроцента. А у нас в СИЗО на Люздорской на 500 бюллетеней больше по каждому виду выборов. То есть там на 500 бюллетеней больше по мажоритарке и на 500 бюллетеней больше по списку. Аналогичные, существенные превышения по всем тем участкам, о которых я сказал. На данный момент мы зафиксировали 5 таких участков специальных. Наши наблюдатели проверяют остальные участки. Мы поставили в известность об этой ситуации службу безопасности Украины. Они обещали, что они возьмут ее под свой контроль. На всех участках, где присутствуют наши наблюдатели, мы настойчиво рекомендуем участковой избирательной комиссии личные бюллетени запаковать, опечатать и закрыть в сейфе, потому что они на самом деле не имеют права их выдавать на руки членам комиссии. У них нет основания, это лишние бюллетени. Они их не могут, к сожалению, погасить, не могут вернуть в окружную избирательную комиссию, но и погасить на данный момент не могут, только вечером смогут. Но они не имеют права их выдавать на руки тем, кто выдает бюллетени. Поэтому такие бюллетени лишние, они должны быть опечатаны, запакованы, опечатаны и помещены в сейф, в сейф опломбирован. За ним должно быть установлено наблюдение, чтобы ни один бюллетень не был использован не по назначению. И с специальными участками возникла еще одна вопиющая ситуация. По оперативной информации, которую нам поступило от ваших коллег, На данный момент в военный госпиталь на Пироговской не пускают на территорию избирательного участка съемочные группы седьмого канала и то ли третьего цифрового, то ли репортера, я точно не знаю. Наши наблюдатели сейчас туда поехали. Я подчеркиваю, что никто не имеет никаких оснований не пускать наблюдателей или журналистов на территорию избирательного участка, независимо от того, находится ли этот избирательный участок в обычном учреждении или в специальном. Он должен быть открыт для журналистов, для наблюдателей, это предусмотрено законом. И в принципе, если ситуация подтвердится, мы будем настаивать на том, что данные действия необходимо классифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса, как препятствование действиям журналистов. Была зафиксирована ситуация в экологическом университете, когда студенты массово фотографировали бюллетени в процессе голосования. Мы подозреваем, что данные факты могут свидетельствовать непосредственно о скупке голосов, о подкупе. И студенты должны были, возможно, получать деньги в обмен на предоставленные фотографии. Насколько мне известно, сейчас там работает следственная группа, проводятся соответствующие следственные действия. Из других нарушений, участок 511-231 Богдана Хмельницкого, 62, участковая избирательная комиссия только после открытия участка начала перераспределять бюллетени между членами комиссии, которые были ответственны за их выдачу. Они должны были это сделать до того. Еще одной серьезной проблемной тенденцией, которая зафиксирована на целом ряде участков, является то, что в округах 139 и 141 участковые избирательные комиссии только вчера получили информационные плакаты о партиях и кандидатах. И, соответственно, они их не везде разместили. То есть не на всех участках 139 и 141 округа размещены избирательные плакаты. В округе 141, как я уже сказал, недостаточно избирательных плакатов. И сейчас буквально еще несколько случаев зафиксирована агитация. В 141 округе в селе Монаши кандидат-списочник партии «Заступ» агитировала на территории избирательного участка. И из курьезов. Ну, у нас как бы без этого не обходится. В 135 округе на Большой Арнудской, 9, висело два плаката кандидата Рондина. Потребовали, чтобы лишний сняли, лишний сняли. Но самая интересная ситуация произошла в округе 141 в Татарбунарах, ну, Бессарабия, Колорит. Там члены участковой избирательной комиссии открыли участок, процесс голосования запустился. Они ушли отмечать юбилей одного из членов участковой избирательной комиссии. То есть, соответственно, списки бюллетеней были оставлены без наблюдения. Ну, потому что такой, как бы, большой светлый праздник у члена участковой избирательной комиссии. На данный момент у меня вся информация, все, что будет поступать, мы своевременно будем стараться выкладывать в интернет. И следующий мой брифинг здесь, в 19.00, на котором, я уже надеюсь, мы сможем дать более подробную информацию. Пожалуйста, ваши вопросы. У вас есть информация о том, что активно начали голосовать в Кранице Валерской области? Мы не собираем данные о явке, потому что на данный момент есть более актуальные проблемы. Это окружные избирательные комиссии смогут вам точнее сказать. А, скажите, пожалуйста, как комитет избирателей оценивает тот факт, что уже два дня, вчера и сегодня, президент и премьер-министры как бы не сходят с экрана? Но, в основном, такого не было еще ни разу. Ну, значит, конечно, данную ситуацию можно расценивать как скрытую агитацию. Я, на самом деле, не помню, чтобы когда-либо и президент делал обращение к народу накануне дня голосования. То есть, с одной стороны, можно говорить о том, что это его социальная функция, но, с другой стороны, его именной блок идет на выборы. И, получается, все-таки в данной ситуации он получил определенное преимущество перед другими участниками избирательного процесса. Хотел этого президента или не хотел, я не знаю. Но, по факту, получилось, что лицо одного из политических субъектов получило право приоритетного, преимущественного, эксклюзивного выступления на всю страну в день тишины. То есть, формально, конечно, это вряд ли можно отнести к нарушениям, потому что закон говорит о том, что когда чиновник выполняет свои какие-то непосредственные функции, то это не считается агитацией. В данной ситуации президент выполнял свою функцию обращения и политические силы он не называл. Но, с другой стороны, де-факто получилось, что у блока Петра Порошенко определенное все-таки преимущество появилось, по моему субъективному мнению. Мне появилась информация о том, что вы организовали работу веб-камер на проблемных участках. Можете прояснить? Да. Значит, наши мобильные группы имеют с собой оборудование, которое позволяет им проводить стримы. Кроме этого, на некоторых участках тоже есть такое оборудование, но далеко не везде. То есть, я же говорю, это 4 стрима у мобильных групп, которые ездят по Одессе, и несколько стримов на участках. То есть, наши наблюдатели будут стараться, конечно, освещать работу на проблемных участках, но не всегда, возможно, это будет получаться. Для нас это тоже новый опыт, интересный. Будем совершенствоваться в процессе. Но, я прошу прощения, в любом случае они будут потом еще стримить из окружных комиссий. И я надеюсь, что вот этот процесс будет более стабильный, чем то, что происходит сейчас. Потому что сейчас, к сожалению, их часто отвлекают на какие-то более горящие задания. Да, пожалуйста, Роман. Я не помню примера, когда бы настолько системно было это явление. То есть, да, и раньше возникали ситуации, когда на том или на другом участке бюллетеней было больше, чем надо. Но сейчас мы видим тенденцию. То есть, потому что это и в 136, и в 135, и в 134 округах на всех, по крайней мере, тех специальных участках, которые мы посетили, превышение и превышение существенное. Я не знаю, из-за чего конкретно это произошло. Из-за того, что окружные избирательные комиссии у нас некомпетентны и не знают, сколько нужно выдавать бюллетеней. Или из-за того, что кто-то задумал какую-то технологию фальсификации. Значит, использованные эти бюллетени могут быть, во-первых, для незаконного голосования. Потому что в этих учреждениях находятся граждане, которые, не все из которых имеют право голосовать по мажоритарке. То есть, в клинической больнице все больные имеют право, ну, кто там не судим, совершеннолетен и так далее, имеют право голосовать за партии. Но по мажоритарке могут голосовать только те, кто лежат в клинической больнице из Суворовского района. Все остальные по мажоритарке голосовать не могут, а люфт в бюллетене есть. И, соответственно, вот тут вот эта ситуация может быть использована. И, как минимум, по мажоритарной составляющей могут быть факты незаконной выдачи бюллетеней. Потому что их больше, чем нужно. Есть люфт и могут быть искажения. То же самое в 134 и в 135 округе. Это первая позиция, то есть незаконная выдача бюллетеней. Вторая позиция, ну, лишние бюллетени, к сожалению, всегда могут быть использованы для вброса в тот или иной момент. И, к сожалению, нам уже поступает, пока еще информация не проверенная, но информация о том, что якобы в СИЗО действительно есть факты выдачи бюллетеней по мажоритарке тем людям, которые не прописаны в этом округе. Мы сейчас эту информацию проверяем. Я надеюсь, что мы сможем к вечеру более точно сказать. В любом случае нас тревожат два факта в этой ситуации. Первое, что это система. Второе, что там не один-два бюллетеня. Там на сотни бюллетеней превышение. И в любом случае необходимо в этой ситуации разобраться правоохранительным органам, что тут было, халатность или умысел. И даже если это была халатность, должны быть привлечены к ответственности те, кто позволил вот такую ситуацию. Известны ли комитеты избирателей Украины, кто еще, кроме самосознанки, наблюдает за выборами? Какие-то организации, представительства? Что в этом? Значит, ну, тут у нас находятся представители международных миссий различных. Они наблюдают за выборами. И также нам известно, что определенные волонтерские группы тоже наблюдают. Но мы не знаем, на самом деле, их количество. Точно не имеем списка и не совсем понятно, в каком статусе эти люди наблюдают. Потому что они могут быть либо в статусе официального наблюдателя, но тогда они должны быть зарегистрированы от какой-то общественной организации, которая прошла соответствующую аккредитацию в ЦВК. То есть это непросто. Либо в статусе журналистов. Если нет вопросов, тогда благодарю за внимание. Ну что ж, в 19.00 в прямом эфире на седьмом канале вы увидите включение уже финальной пресс-конференции Комитета избирателей Украины. И если вы столкнулись с нарушениями во время выборов, наш следующий сюжет как раз инструкции специально для вас. Самые распространенные нарушения на избирательных участках – помощь при заполнении бюллетеня и голосовании вне кабинки. Могут удалить с участка человека в нетрезвом виде, а также нарушителей порядка. Частым явлением по-прежнему остаются ручки с исчезающими чернилами, вброс бюллетеня и неправильное пломбирование урн для голосования. Гражданский долг каждого избирателя – сообщить о нарушениях. В первую очередь в участковую избирательную комиссию. Принимают обращения граждан и в окружных комиссиях. Избирком Киевского района округ 133-048-746-03-07. Избирком Малиновского района округ 134-048-734-06-10 или 734-95-04. Избирком Приморского района округ 135-048-776-03-62 или 776-03-61. Избирком Суворовского района округ 136-048-758-02-64 или 758-02-86. Также можно обратиться к милиционерам, которые дежурят на участках. Кроме этого, вы можете обратиться в Одесское отделение комитета избирателей за номером 716-40-18. Ждут информацию о нарушениях и в Службе безопасности Украины. Жаловаться можно по телефонной линии доверия 0 800 501 482.